Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите музыкальную программу «Канон» в студии ее ведущей Александр Крузе. Сегодня мы продолжим беседовать с народным артистом России Олегом Погодиным. Олег, приветствую вас! Здравствуйте! Олег Погодин. Российский певец, известный исполнитель романсов, народный артист России. Родился в Ленинграде в 1968 году. С детства занимался музыкой, учился в музыкальной школе, а также был солистом детского хора Ленинградского радио и телевидения под управлением Славницкого. После окончания школы поступил в Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии имени Черкасова, который окончил с отличием. В 1989 году проходил стажировку в театральном центре имени Юджина О'Нила в США. Три года отслужил в Санкт-Петербургском академическом Большом драматическом театре имени Горького. В 1991 году вышла дебютная пластинка Олега Погодина «Звезда любви». Год спустя Олег Евгеньевич провел два больших сольных тура по Швеции. Далее были многочисленные гастроли и записи альбомов, которые принесли Олегу Погодину любовь аудитории. Почитатели творчества прозвали его королем романса и серебряным голосом России. Сегодня Олег Погодин – гость программы «Канон». Погодин в переводе означает «поющий» на нынешний русский язык. Погодка – это песня, гудеть, играть. Уйдя из театра, я ушел на самом деле в никуда. И несколько лет… Это важный человек, уйти из такого театра в никуда. Это отвага молодости. Поверьте, сейчас я бы такой поступок не совершил. Благодарность – это одна из добродетелей, которая совершенно необходима не только для спасения души, а и для спасения себя в профессии. Позвольте, я вот процитирую отца Иоанна Крестьянкина, который однажды спросил одного ныне известного артиста, я не буду сейчас его называть. Когда тот к нему приехал, он сказал, для чего тебе нужна сценическая профессия? Чего ты хочешь? Славы или еще чего-то? И тогда вот этот артист, он задумался, он задумался на многие годы, как он сказал. И он до сих пор, каждый день вспоминает эти слова. Потому что все равно человек, который идет в публичную профессию, он так или иначе хочет славы. Конечно. Мало того, тщеславие, наверное, страсть, от которой труднее всего избавиться. Потому что делаешь ли ты добрые поступки, можешь загордиться. Вот делаешь ли ты дурные поступки, будешь себя оправдывать, и все равно сказать о тебе могут всякое. А некоторые даже на дурных поступках создают себе рекламу и богатство. От актера ожидается, что он будет хотеть славы. Актерское делание, оно в зоне опасности находится для души. Тщеславие – это область, как сказать, наших трудовых отношений. Вот за этим надо следить, да, ну как там на опасном производстве. Можно там, не знаю, поскользнуться или обжечься, или, дай бог, повредиться еще как-то. Так вот это как раз та область, за которой мы обязаны следить. Вы правы, если мы выходим на сцену, артисты, только для того, чтобы прославиться, то, конечно, это позорно. Вот в славянском языке актер позорный. Есть ответственность, и она, кстати, одинаковая, она равная. И у артиста, выходящего на сцену, и у зрителя, который пришел в зал. Об этом часто забывают. Но особенно на концертах мы вместе со зрителем творим ту атмосферу, которая является на самом деле самым ценным в концертной программе. Потому что в театре, да, там существует пьеса, там существует какое-то моралите. И за что отвечает, может быть, больше автор пьесы и режиссер. А вот в концерте мы равно с публикой отвечаем за то, с каким результатом мы выйдем. И если артисту не положено бесчинствовать на сцене, кроме тех моментов, когда его к этому обязывает пьеса, и постановка, кстати, это далеко не всегда бывает душевредно. Допустим, того же Достоевского, когда играешь, там приходится касаться страшных совершенно ситуаций человеческой, в которые человеческая душа попадает, страшных падений, грехов, о которых даже говорить, в общем-то, в быту не стоит. Но Достоевский, возможно, самый православный из всех писателей, которых мы знаем. Почему? Да потому что решает он как раз все в области спасения. Он хочет, чтобы его герои спаслись, и чтобы те, кто читали его произведения, спаслись. И если постановка по Достоевскому со всеми теми ужасами, которые он описывает, будет направлена к этой же идее спасения человека, то мы увидим христианский спектакль, и мы увидим с очищенной душой то самое понятие катарсис. Вот. В концерте, как правило, нет таких вот четких, очень философских установок, хотя философия концерта, допустим, для меня это важно. Но если зритель пришел для того, чтобы возвыситься, а не только развлечься, то мы вместе сотворим и духовный акт, не занимаясь при этом духовным деланием. Вот. Им занимаются в храме. Но занимаясь душевным деланием в области разумного, доброго, вечного, мы поднимемся до самых достойных высот, в том числе и до уровня духовного. Это на самом деле так просто. Это так просто. Это вопрос целеполагания. Вот. И его выполнить не так тяжело. Вот. Хотя это не отменяет, конечно, и отдыха. Душа должна отдыхать когда-то. И даже развлечения мы должны иногда развлекаться. Вот. Монахам не позволено развлекаться. А в миру разные бывают обстоятельства. И души, на самом деле, как правило, немощны. И без помощи Божьей они выдержать не могут того напряжения, которое от нас требует наша вера. Это постоянно в этом напряжении находиться. Могут только действительно великие подвижники. Мыслить о себе, что ты можешь как-то там выдержать те запросы, которые тебе предъявляет. Вот. Просто даже по тексту твоя вера. Это крайне несмиренно. Это крайняя гордость. Надо понимать, что своими силами мы не можем выполнить ничего. Вот. Но по своему опыту знаю, что большинство людей, кстати, в том числе и артистов, и даже артистов в области попсовой музыкальной деятельности, большинство людей, на самом деле, стремятся ко спасению. Они проходят свой путь каждый, у всех свои искушения. И наша задача и артистов, и зрителей в христианском, по крайней мере, сообществе помочь друг другу пройти поприще свое жизненное и не только носить тяготы друг друга и тем исполнить закон Христов, но и радости друг друга дополнять и восполнять, и делать эту радость бесконечной, если мы успеваем где-то на пути спасения. Это невероятное счастье. Это так просто, хотя мы постоянно притыкаемся на этом пути. Но, по крайней мере, в рамках концерта, этого двухчасового действия, мы можем помочь друг другу. Мы можем помочь друг другу стать лучше, стать чище, стать выше, стать достойнее и сделать какой-то шаг на пути к спасению. Это нетрудно, но надо помнить и о своих немощах, и благодарить за те дары и возможности к успеху, которые тебе даны. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Олег, мы совсем практически не поговорили о вашем творчестве. Чем вы сейчас живете? У вас был непростой год, как и у всех. Но по итогам этого года у вас альбом вышел. И спектакль вышел. Расскажите подробнее об этом. Год действительно был очень непростой, он, собственно, продолжается. Вот такая остановка, на самом деле, трагическая, с которой никогда не предполагалось, по крайней мере, мне не думалось, не гадалось, что придется встретиться, столкнуться первые два месяца. Это было состояние не потерянности, а какой-то оглушенности, непонимания вообще, как такое может быть. Я не буду сейчас никого критиковать, всем было тяжело и всем было трудно. И, наверное, надо быть благодарным за то, что я как раз никаким образом не должен был решать судьбы других людей. Музыканты, которые со мной работают, коллектив у меня не маленький. Вот. Их я постарался поддержать. И вот эти онлайн-концерты, которые мы затеяли сначала для того, чтобы просто выжить, они потом стали достаточно быстро. Уже второй концерт, это уже для меня был художественной акцией. Потому что, вот, знаете, это да, если ты не ропщишь, хотя я не могу сказать, что не было периодов ропота внутренних, но если ты не забываешь благодарить за то, что есть, если ты не забываешь молиться, если ты не забываешь все-таки хоть как-то худо-бедно о заповедях, вот, то Господь помогает. И часто это происходит не так, как ты себе грезил и представлял, но происходит совершенно чудесно. Мы познакомились только благодаря этим событиям, замечательной командой кинокомпании «Галикс», с которыми мы вот уже сделали 10. 10 за 10 месяцев концертов. Причем это не то, что онлайн-концерт, поставил там айфон, какой-нибудь хороший телефон на штатив, и сидишь на диване, под гитару что-то поешь. Хотя и это, не буду никогда осуждать, такие вот моменты, потому что кому-то просто надо было так выживать, а кто-то и добился немалых успехов в таких вот телефонных трансляциях. Но я сразу решил, что нужно, если берешь, как бы продаешь билеты, то нужно сделать хорошую, качественную работу. И вот фактически это у нас такие фильмы, телефильмы, которые мы сняли, фильмы-концерты, за которые не только не стыдно, но которые для меня сейчас являются, в общем-то, творческой победой. Также, и да, но, кстати, еще об этих концертах, что я должен упомянуть, аудитория-то стала для них безграничная. Но вот на эти концерты мог прийти любой желающий, хоть из Америки, хоть из Японии, хоть из Новосибирска, хоть из Норильска, хоть из, там, не знаю, из Киева, не говоря уже о Москве и Петербурге. В общем, нет хода без добра. Ну, да, всегда так бывает, нет хода без добра. Расскажите об альбоме своем. Альбому за этот период тоже вышло три. Три альбома. Три альбома. И вот это, кстати, точно не было бы счастья, это несчастье помогло. Я уже лет 10 тосковал о том, что я не мог сделать нормальных студийных записей. Знаете, счастье быть востребованным, когда ты просто живешь буквально на гастролях, когда тебя ждут в любом городе, в любой стране, куда ты не поедешь. И это реальный успех, не выдуманный, не созданный там средствами массовой информации или продюсерами твоими. Это просто ты понимаешь, что тебя люди необходимы зрителям. Это счастливая жизнь для артиста, но ты заложник этой жизни. Если ты не гастролируешь, то эта жизнь потихоньку как бы сходит на нет. Ты должен гастролировать. Если ты постоянно гастролируешь, у тебя нет возможности сосредоточиться и сделать какие-то работы. В частности, хорошие, качественные студийные записи. Как раз тоже низкий поклон старинным друзьям студии «Бомба Питера» и ее продюсеру Олегу Грабкову лично за то, что мы выпустили три альбома. Три альбома – это много. Это очень много. Один – русская танго, второй – французская песня. И третий, который уж точно никогда бы не состоялся в обычном гастролевом графике – это «Мелодия рассвета», посвященная греческой песне. И вот на базе этой программы, этого альбома, который мы доделали именно в пандемию, то есть у меня была программа, не программа целая, а было порядка восьми, по-моему, греческих песен, которые перетекали из одной программы в другую. Но здесь мы создали полный цикл, полный концерт и, в конце концов, спектакль, которого премьера и прошла в Театре музыки и поэзии Елены Камбровой. Она должна была состояться в ноябре, потом переносилась в связи с бесконечными этими уменьшениями количества публики. И все-таки мы вот смогли 28 января уже этого года этот спектакль сыграть. Надеюсь, он будет жить своей жизнью. Почему я подробно в нашем разговоре останавливаюсь на этой программе? У нас с Грецией, понятно, вообще в обществе, с Грецией, с Кипром связана в основном тема отдыха, солнца, кухни, может быть, и таких вот жизненных радостей. Но мы с вами прекрасно понимаем, что да, для православного человека эта страна ценна прежде всего тем, что оттуда мы получили ту форму исповедания веры, которая для нас бесценна и спасительна. Вот. И, соответственно, наша культура с греческой, хотя мы не средиземноморская страна, но, тем не менее, с греческой наша культура связана сущностно. И вот в этой программе песни, которые я исполняю, они не духовного содержания, это как раз песни бытовые. Вот. Но именно через бытовые песни видно, насколько мы близки. Мы можем одеваться очень неодинаково. У нас совершенно разная кухня. Вот. Но языки наши ничем не связаны, как бы, я имею в виду, природно. Вот. Но в быту вот как раз православная традиция, она настолько делает нас близкими, что вот эти песни, бытовые песни, они как будто написаны, не знаю, там вот где-нибудь в Краснодарском крае или, не знаю, в Воронеже. Вот. Они настолько родные, не настолько понятные. Или даже там, чего говорить о южных городах, где-нибудь там на Урале или в Орле. Вот. Вот этот, кстати, это первый опыт именно делания такого драматического, сознательного. Фактически, это пьеса, которую я разыгрую, правда, сам, опять-таки, на представление с привлечением партнеров и партнерш пока не хватило сил. Хотя я планирую развивать этот именно вот спектакль в том направлении. Но это первый, наверное, опыт после ухода из Большого драматического театра, когда я сознательно создавал пьесу, я написал переводы этих стихотворений, переложения, скорее, поэтические, их правильнее назвать. И основная их ценность в том, что помимо того, что там сохранена вся образная система, что там сохранен тот самый лирический герой, который присутствует в греческих текстах, со всеми его даже манерами и повадками, но эти тексты можно спеть вот на те же мелодии, но по-русски. И они не потеряют как раз в том самом главном, в характере, в привычках, в манерах, в том, что мы называем жизнью героя. Так что это действительно большие победы. И знаете, я не могу сказать, что я прошел это испытание как-то достойно даже с точки зрения христианина. Я боялся, я страдал, я роптал, я человек страстный и вот в этом смысле, да, по-настоящему артист. То есть у меня эмоция идет вперед рационального какого-то объяснения. Но сейчас я должен уже благодарить вот эту вот остановку, которую Господь нам всем послал, в том числе и благодарить за то, что получились свершения какие-то, которых не было бы в иных обстоятельствах. И еще за то, и в первую очередь за то, что в этой ситуации проявились самые лучшие, самые достойные качества моих сотрудников. Отношения наши не безоблачные, как и во всяком творческом коллективе, хотя всегда на уровне очень искренней, сердечной дружбы, привязанности. Но в этих сложных обстоятельствах как раз я понял, что я могу не только верить своим друзьям, своим коллегам, но и доверять им, что я могу на них положиться в обстоятельствах сложных и даже трагических. И этот опыт может быть драгоценнее всего остального. Олег, я от всего сердца благодарю вас за эту встречу. Пользуясь случаем, надо пригласить зрителей на ближайший ваш концерт. 23 марта. 23 марта в Светлановском зале Московского Международного Дома Музыки программа «Молитва». Это ежегодная программа, которую я стараюсь поставить в Дни Великого Поста. Основу ее составляет песнопение Ромнаха Романа, но там будут еще и другие романсы и песни, которые прозвучают. В обстоятельствах именно этой программы. Добро пожаловать. Для меня эта программа бесконечно дорогая, потому что как раз не нарушая правды и не нарушая формы даже. Там я могу художественными средствами высказываться как человек верующий и религиозный, церковный и фактически исповедовать свою веру на сцене, при этом не нарушая, не выходя за рамки своего делания. Я очень тоже благодарен вам за сегодняшнюю беседу, в том числе и за то, что вы позволили мне высказать какие-то вещи для меня очень важные, не только с точки зрения веры, но и с точки зрения нашего, как это вернее выразится, нашего общественного существования. Понятно, что мы с вами разговариваем как люди церковные. Это самый, наверное, важный момент в нашем общении. Мы все читали и слышим это на службах, что Бог есть любовь. Мы все читали и слышали в проповедях и на службах, пойдите научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Мы все читали и слышали в проповедях, что если я любви не имею, то я медь звенящая, кем вал брецающий, даже если тело свое отдам на сожжение, то нет мне в том никакой пользы, если любви не будет. Мне кажется, что сейчас очень-очень часто и даже, знаете, как-то вот в плане вот такой дисциплины общей нужно напоминать об этом себе самому в первую очередь, а иногда и тем, кто с тобой разговаривает. Что бы мы ни делали, каких бы мы ни достигали вершин и какие бы ошибки мы ни совершали, если нет любви в нас, то наши достижения ничтожны. Если есть у нас любовь, то и наши ошибки и падения не закрывают от нас не только спасение, но и любви наших близких и тех, кому мы могли бы помочь при хороших обстоятельствах и тех, кто нам всегда помогает. Об этом, наверное, надо всегда помнить. И вам огромное спасибо за то, что сегодня в нашем разговоре вы мне напомнили мне об этом. Спасибо вам, что вы нам напомнили, за вашу искренность, за вашу честность. И продолжайте нас радовать своим творчеством. Спасибо вам. Спасибо. Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с народным артистом России Олегом Погодиным. Я с вами прощаюсь ровно на одну неделю. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин